привет любителям привет водителям спецтехники короче выезд неделю не выезжал погрузчик стоял неделю норме ремешок нормально антифриз надо лить ладно сейчас заведу я солью так это мы готовим фугодка сегодня градусов 8 наверно но утром холоднее было ночами холодно здоровая руга мой так он ботиночки сет приобрел 300 рублей что ли со скидочкой так прошу прощения за эту пикульку сейчас она быстро тихонько тихонько что бежал холодный большие обороты сразу не надо ну на больших оборотах держать не надо завел когда заводишь обороты да сделал большие только запустился обороты скинул так давление то давление воздуха идет тяние масло . зарядка аккумулятора это коробка температура температура охлаждающей жидкости все простенько так я еще тут врубаю вентилятор чтобы вот это все быстрее оттаяло сейчас обороты немножко добавим печку вот у меня идет стекло еще гофра сейчас она все это дело обдует продует я пошел передел сейчас переоденусь чай попью и уезжаю работа сегодня ждет погрузка кипяча боя ну в общем там сниму покажу все заправились едем не любляйте выезды по факту блин когда заранее погрузчик заказываю как-то настраивайся уже подготавливайся а так вот сегодня по факту все быстрее и быстрее все пекло спрашивал один из подписчиков на какой скорости в повороты входишь в какой скорости можно входить в повороты если вот дорога она ровная как бы ни гора ничего ну скорость в среднем 35-40 но на 40 километров по ровной дороге можно зайти в поворот но опять же если поворот не крутой вот сейчас вот я проехал круговое движение бывает что летишь ну вот он по ровной дороге разгоняется и под 40 он идет даже бывает чуть побольше если небольшой блокчик еще но круговое заходишь смотришь чтобы успеть бывает на полной скорости в это круговое влетаешь потому что там машину они тоже в разгон быстро идут и вот на 40 километров в час заходишь в эти повороты но если поворот крутой естественно ты будешь притормаживать сбрасываешь газ я утром пришел полчаса надо ему молотить чтоб в кабине было более-менее тепло а когда выехал минут 10 проехал уже все нормально я еще не утеплял надо еще утеплить под решетку радиатора поставить не считая так его гоняю когда времени мало времени в обрез приходится подтапливать притапливать вот сейчас под горку идет но легко в машине ездишь примерно скорость знаешь так подъезжаем вот сейчас раз светофор два на третьем на третьем светофоре направо там у меня старый клиент постоянный короче работа погрузка машин когда он сказал машин 20 наверно погрузить блин лишь бы площадка ровная была потому что площадка если не ровная то погрузчик блин кататься будет ну и опять же для молодых по городу гонять не нужно на этой технике охота конечно на скорости там время бывает торопитесь но торопят клиенты торопят шеф торопит не надо гонять тем более где-то кочка и еще подпрыгивать так что головой в потолок можно уйти тем более дорогу не знаешь а погрузчик скачет неплохо попрыгивать на полметра блин так что лучше спокойно тем более в такую погоду по тормозам дашь тебя просто потащит и все ковшом тормозить будешь если успеешь так сейчас мы подъезжаем там чуть пониже направо надо будет заходить короче сразу опять же с корабля на бал машина уже стоит ее здесь он погрузчик эскаватор начал грузить и все погрузили одну снимать неудобно блин солнце сегодня солнышко на эту сторону как глаз не знаю как снимать очень неудобно опять же грузить как всегда машину ставим сами то есть водитель погрузчика ставит машину как надо и как водителю понравилось как он за тем встал так как надо тебе потому что ты грузишь машину чтоб заезд был нормальный подъезд в машине неудобно ладно пока камеру выключаю ничего не вижу по погрузочке хочу сказать еще вот когда я начинаю брать ковшом да с помощью вот я иду вперед подгазовываю и наклоном ковша забираю вот я полный ковш практически наклоном ковша забрал некоторые есть которые вот начинают брать ковшом и потом еще подъемом начинают добирать это нагрузка на гидронасос идет можно так конечно делать я ничего не говорю там но но еще раз говорю это нагрузка на гидронасос набирать подъемом стрелы это не нужно привыкать привыкайте брать полностью наклоном наклоном ковша так так Командир подъехал. Подъехал командир. Вот, некоторые так делают. И еще подъемом ковша вот так. Нахера это надо? Все это делается наклоном ковша. А так ты уже взял, у тебя и так кож почти полный. И ты еще подъемом стрелы добираешь. Это же, я говорю, идет нагрузка на гидронасос. Это не снег. Снег там или что-то такой песок сухой где-то ровняет. Просто если вы так привыкнете работать до поры до времени. Снег. 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 так вроде почему нагрузка есть ты как бы в кучу уперся ты же когда берешь ты немножко газом играешь газу из вперед погрузчик идет у тебя ты начинаешь брать то есть на полном каша минимальная нагрузка а на подъем ему тяжелее подъемом стрелы можно так работать можно но не нужно привыкайте подъемом каша работа чтобы погрузчику тоже было легче вот когда ковш на себя уже более менее взялся ковшом можно подыграть а когда он еще у вас в таком положении в открытом упираешься стрелой и начинают подымать блин нафига его мучать типа полный с горочкой что ли возьмет и так можно полный взять короче вот погрузчиком экскаватор погрузчик гидромолот паре работаем он разбивает комочки я гружу машины 4 машины загрузил что у нас тут заваливаемся мы тут вот это что-то ломается все я боюсь коробку зацепить заваливаю здесь плиты перекрытия что ли такие они выдерживают меня это вот надо забрать пустой проезжаю обратно когда уже в ковш возьму проваливаюсь по шее глыба надо гидроволоту подвести эскалатор погрузчиком гидроволотом работает там уже враг блин здесь проваливаюсь на себя брать сюда вытаскивает так-то ничего сложного я говорю если на погрузке надо площадку делать чтобы удобно было дружить сейчас шапка покажется и будет понятно куда и сколько кидать обычно посередине выходит бугорок и начинаешь вправо влево откидывать здесь в правой части ковша больше накидал взял значит ближе к кабине выгружаем так обычно ковш лево ковш право кидаешь тоже спрашивали ковш на максимальную высоту поднимаю или нет но в данный момент борта высокие тут поднимаю на максимальную высоту ковш а если борта не высокие то высоко не поднимаю слишком тут даже перекурить кстати насчет перекурить можете меня поздравить бросил курить почти три недели уже не курю на семечки перешел самое тяжелое было первую неделю ну не то же самое тяжелое непонятная неделя была не знаю что вроде курить покурить надо но что-то хочется непонятно чего постоянно что-то жевать охотно 4 килограмма набрал уже но зато не курю что-то в последнее время удовольствие от сигарет перестал получать если бы по весу побольше я бы здесь поставил машину по солнцу чтобы солнце в тыну не было здесь никак не поставишь уже а горочка показалась по середине козова здесь неудобно брать то блин чтобы правой кромкой ковша левой очень неудобно по мере возможности стараюсь конечно за воротом плохо брать неудобно брать неудобно брать хватит наверное деревяшка какая-то попала не деревяшка на каждом ствол дерева там там откинут выкинут Он сзади меня спирит, я его не заметил Стену ломаю Вот здесь стрелу на максимум не поднимаю Не до конца Весоко уж проходит, смысл поднимать высоко Здесь работы много конечно Не знаю, завтра сюда вызовут меня, не вызовут Готовим кирпич под погрузку Вот это все надо вытащить На себя сейчас подберу Сколько могу Там теплотрасса идет Тоже как бы ее не задеть На педромолотом Гороче сегодня все задержит Нормально Здесь работают и фигня Но все ломать будут Немножко площадку я здесь выровнил Получше стало Вот эту вот гровку надо все вытаскивать сюда Там уже овраг, блин По дороге такой кирпич, милое дело На отсыпку ворог А есть заваливают овраги Какие-то ямы здоровые заваливают Даже жалко такой кирпич Что случилось такое? Что-то на насу что-ли? Досик газа Досик газа дуга Пережала что-ли где-то Что-то Либо отзамерз Солидол, смазка Какой-то провал там Вкрыги, блин Притом Проломило Вот не люблю я Я вот такие места Такие объекты, блин Где вот ломают старые здания Где-то фундамент Где-то что-то завалено Ага, ты по нему катаешься А потом проваливаешься Почему всегда говорю про коробку? Я потому что пробивал уже ее В таких вот местах Больше не хочу Ну там вообще не удобно отсюда выезжать Там груженые, блин Тут под горку еще бугры такие Ну так ее мотают Таскают Ну дай бог вытащить Не дай бог тормозать что-нибудь А туда если вправо Там вообще Там такое мрак здоровый Девятиэтажка выйдет А туда выцарапать Ну в принципе что сбок там выцарапал Сейчас еще немножко там вот шлифую Больше я там уже ничего не возьму С левой стороны Какой-то блок лежит Тоже не смогу выцарапать Керамзит здесь какой-то Больше керамзита На этой части Здесь вот пенек здоровый Начинаю обратно Что такое у меня Не могу взять Потом посмотрела Пень такой здоровый Экспиратором наверно Сверху Мощный Его надо откапывать Он ядреный Бывают трехлявые Гнилые А этот нормальный Пришла Тридцатка Бился я короче Со счету Но я и не считал Но Примерно хоть Но Сейчас что-то даже примерно Уже не могу сказать Толи 12 Мощный Толи 19 Тридцатку Закончили Здесь начал брать От земли хотел А там фундамент А фундамент Как дал Сантиметров 10 Наверное Фундамент идет Какой-то Я говорю В таких местах Аккуратно Осторожненько Надо Понижу Иду От земли Вот все Он иперся У меня было Такое ощущение Что я Чувство было Что-то Не очень Не очень Гладко И так и есть Какой-то уступ Сегодня погрузка Напряженная Практически Не стою Обычно Бывает Машину Погрузил Стоишь Балдеешь Колярку Экономишь Вот время уже Из 15 4 Сейчас уже Темнеть будет Еще не берется Больнет Не доломана Стенка Что-ли Там еще есть Потому что Обычно Там упираюсь Да Не развалить Развалили Но Может быть Там Фундамент Еще мешает Какой-то Не знаю Сейчас На максимум Поднял Стрелу Хотя Борта Позволяют Но Просто Уже Полная Машина Поэтому Полный Подъем Сделал Так Еще Пол Ковшика Погрузчик Просто Гидромолот Снял Одел Экскаватор Одел Ковшик Сейчас Он это все Вытаскивает То Что я Не смог Выцерпать Он Достает Толкнем Маленько Борта Надо Подровнять Ему Хотя Нормально Нормально Что еще Надо Ему Ничего Тут Ничего Тут Страшного Не было Ну вот В таких Вот Местах Ковш Да Немножко Удобнее С этими С клыками Он Получше Немного Входит Я говорю Это дело Привычки Если бы Каждый день Тут Работать На такой Фитме А то Это бывает Раз в год Или Вольше Такие Объекты Попадают Не так Часто Скажем Злыкать Неудобнее Но Привыкаешь К такой Кромке И все С ней Работаешь Какой Для меня Большой разницы Нет Лед Ковырять Тоже Клыками Удобнее По весне Бывает На асфальте Надо Почистить Лыками Да В этом плане Удобнее Но Опять же Палка Откуда Можно Так Лед Сковорнуть Что Местится С 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 Сейчас он мне все это подготавливать потому что я царапаю и царапаю и я получаю сколько это берется большая часть остается там там просто овраг я говорю вдоль кромки я тоже все досконально не возьму постепенно он будет туда уходить и все можно конечно сюда столкать здесь упираться уже там еще в конце надо ну вот сегодня 10 10 машин а так 10 машин это 200 тонн ну там же еще 30 нет тонн 300 с чем-то ну 300 тонн с ним вывезли тут еще он дофига короче работы море здесь водопроводная труба водопроводная труба водопроводная труба что-то какая-то сегодня показываю всю рабочую смену блин да, Серега а? да, дружо водопроводная труба ладно надо, надо будет ну, подъедешь а то у меня некий не уход подъедешь да, надо Я буду путёвку надеть Мне путёвки не нужны Мне лично нужна И путёвки соединён Всё дело не поднесло Мы работаем за мной Как неудобно эти остатки всякие забирать Просто получается Вот эти остатки всегда Просто толкаешь их Кантуешь А в чё-то упираться А вот челюстным ковшом хорошо брать Там досконально берёшь Чуть ли не до каждого Ни до последнего камушка Ну всё Ну всё Последняя машинка Последняя машина Appeed Перестала ПОДПИСЫВА Продолжение следует... Редактор субтитров